100-мм гладкоствольная противотанковая пушка МТ-12, индекс ГРАУ, 2А29. В некоторых источниках обозначается как рапира – буксируемое противотанковое орудие, разработанное в конце 1960-х годов в СССР. Серийное производство было начато в 1970-х годах. Противотанковая пушка МТ-12 несет свою службу вот уже более 50 лет. Входящие в боекомплект снаряды позволяли поражать все современные на тот момент танки – американский М60, немецкий Леопард-1. В качестве тягача используется МТЛ или МТЛБ. Данный транспортер получил в советской армии весьма широкое распространение. Бусеничный ход обеспечивает транспортеру прекрасную проходимость на пересеченной местности. Тягач способен буксировать противотанковую пушку МТ-12 с максимальной скоростью 60 км в час. Учи английский быстро с помощью «Виллскилл» – современная платформа онлайн-образования. Переходи по ссылке в описании. Запас хода данного транспортера – 500 км. Расчет орудия во время транспортировки размещается внутри машины. Во время марша пушка закрывается брезентовыми чехлами, защищающими орудия от пыли, грязи, снега и дождя. Время перевода противотанковой пушки из походного положения в боевое – не более одной минуты. По прибытии на позицию артиллеристами снимаются чехлы и разводятся станины. При разведенных станинах орудия имеют большую устойчивость. После этого опускают нижний броневой щит. Щитовое прикрытие обеспечивает защиту расчета и механизмов от поражения осколками и пулями. Расчет открывает смотровые окна в щите и монтирует прицельное устройство. При ведении огня прямой наводкой в солнечную погоду или при стрельбе против солнца прицел ОП-4М-40 дополнительно оборудуется специальным светофильтром. Ночной прицел АПН-6-40, которым может оснащаться пушка, повышает боевые качества орудия. Для стрельбы в сложных метеоусловиях был разработан вариант орудия с радиолокационным прицелом. В состав расчета противотанковой пушки входят командир, наводчик и заряжающий. Выстрел производится путем нажатия спускового механизма или с помощью троса дистанционно. Затвор орудия кленового типа, полуавтоматический. При подготовке к выстрелу от заряжающего требуется лишь дослать снаряд в камору. Перед первым выстрелом затвор открывается вручную. После выстрела происходит автоматическое выбрасывание гильзы. Чтобы снизить энергию отдачи, ствол пушки оборудовали дульным тормозом. Из-за своей довольно интересной формы дульный тормоз получил прозвище «Солонка». В момент выстрела из дульного тормоза вырывается яркое пламя. Боекомплект пушки МТ-12 состоит из нескольких типов боеприпасов. Бронебойные подкалиберные снаряды используются для уничтожения танков, САУ и других бронированных целей. Дальность прямого выстрела – 1880 метров. Выстрел с кумулятивно-осколочным снарядом, как правило, используется для ведения огня прямой наводкой по целям с мощной бронезащитой. Живая сила, огневые точки, полевые сооружения инженерного типа уничтожаются при помощи осколочно-фугасных снарядов. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой. Управление ракетой происходит по лучу лазера. Максимальная дальность стрельбы при этом составляет 4000 метров. Гильзы многократного использования. После произведения выстрела их укладывают в специальные контейнеры и отправляют в ремонт. Противотанковая пушка МТ-12 способна вести огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций. Для этого пушка оснащается прицелом С-71-40 с панорамой ПГ-1М. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы – 8200 метров. Продолжение следует...